Ну что ж, друзья, возвращаемся на ваши экраны, продолжаем следить, с вами по-прежнему WD и Kawai Sox И эта вторая карта потихоньку начинается, напомню, что на сцене ребята продолжают свою битву, а значит, возможно, немножко больше времени им потребуется, чтобы настроиться Поэтому мы с вами посидим, пообсуждаем прошедший матч и узнаем, что получится придумать или не получится придумать, соответственно, команде OG, чтобы вывести это в ничью Для них это сейчас очень важно, потому что я напомню, что Nine Pandas, что OG до этого Best of 2 были на последних строках, у них было 1-3 и сейчас вот один поинт уже заработали Nine Pandas Вот если исходить из того, что я вижу, начинали мы с вами комментировать со стадии play-in, на этом турнире выиграют команды, которые сами навязывают инициативу Которые сами играют всегда первым номером, даже если они экономически не ведут И вот OG вроде как начали очень хорошо, помнишь, да, были перетяжки от саппортов на верхней линии через трингейты, сначала в одну сторону, потом в другую сторону Были хорошие реактивные тпшки на то, чтобы, да, если вдруг противник делать какой-то выпад И все это выглядело очень хорошо, ровно до того момента, пока они не заполучили преимущество И вот они получили преимущество и такие, все, хорошо, у нас все отлично, значит мы можем поформить Нет, это так не работает, по крайней мере мне так кажется Ну, они как будто бы могут поформить, но проблема в том, что они ж не нафармили вообще никак То есть и BZM бегал бедный, и DM Но тут, наверное, сложный вопрос, потому что Doom, понятное дело, он может нафармить себе как-то это потенциально Как нафармить Spirit Breaker, что он там себе нафармит, чтобы там прям сильно было комфортно Это уже другой вопрос Ну и вот они, пики на ваших экранах, снова банится Enigma Это максимально грамотное решение Здесь вообще никаких вопросов нет Потому что OG, напомню, все, что выигрывали, они выигрывали именно с Enigma А в ответ OG, да, против Киатаки Брутку напомнили И Undying против Солча, естественно Ну что ж, посмотрим, что новенькое придумывают Пока из прошлой карты вообще ничего не забанили А значит, можно потихоньку начинать повторять Ну да, вот OG выигрывают только с Enigma А вы, дорогие друзья, можете выиграть поездку на Int, Jersey Gaming Radiators или Tundra А также новенький iPhone, PlayStation 5 и другие ценные призы Для участия в розыгрыше вам нужен билет, а как его получить, вы можете узнать по баннеру в описании Результаты 7 августа в телеграм-канале Paragon Events Наслаждайтесь игрой, остальное за нами и снова Elder Titan Меня он не впечатлил, я тебе, честно, признаюсь Ну слушай, он сделал максимум Когда я сказал, что можно повторять, это не была инструкция Ладно Ладно, ладно, я понял Так вот, ну слушай К пятой-десятой минуте Elder Titan выжил максимум из своего героя Он два раза вышел на Рамзеса Через Трингейт Подрезали его Потом на линии тоже неплохо постоял Потом еще руну мудрости, ты помнишь, он похитил Так что в целом-то я скажу, что Elder Titan был неплох Как саппорт позиция Как вот такой вот товарищ, который наводил какой-то шорох Разломы его Ну разломом, понятное дело, тоже игру не выиграть Там грамотно, чтобы всех по пятерым попасть Вот это вот Это маловероятно И от этого отталкиваться вряд ли стоит А так Elder Titan нормально зашел Я не думаю, что в нем, мне кажется, вот в ком в ком А в Elder Titan проблемы не было А вот я бы сказал, что Мне кажется, что Тайга, герой своего очень грамотно разыграл Вот он делает этот аратас Именно пилот на этом герое Сделал все отлично Но там мог быть и другой герой Там мог быть какой-то условный Клоквер, который тоже может, допустим, в этой ситуации Врываться по Ораку Причем у Клоквера там совершенно запредельный винрейт У него был запредельный абсолютно в Бали Там что-то около 70% И сейчас тоже там около 70+, возможно, там 65+, после вот первого раунда в групповой стадии, после вчера Но герой-то очень крутой, может инициировать, дает очень много контроля, очень мешается И тактически дает преимущество огромнейшее и до появления Аганима, а после так тем более Ну вот с визажом, кстати, нравится пока что раскопка Передумали повторять успех, забанили ли Рамзе, Соло Химика Ну вот тут хоть что-то новенькое мы посмотрим, уже радует И визаж это опасная история Помним, что его тоже любят исключать во вторую фазу, потому что слишком много проблем И его фамильяры тоже доставляют больших сложностей Еще у Торакла можно выцеплять относительно безопасно Сюда удаленно берем, выслеживаем, садим птичку, там уже остальные подключаются Это вариант весьма-весьма неплохой Потому что очень много драк мы видели от OG, где Пак прыгает, потом Дем забегает в этого Оракла Они все вкидывают и в итоге их убивают, а Оракл выживает Если сейчас будут это делать птички, то как будто бы не жалко Не так сильно жалко, как героя потерять С одной стороны согласен, с другой стороны есть, вот по моему ощущению, гораздо более приоритетный Ликантроп Который примерно то же самое делает своим зоопарком Также садится на Оракла, но при этом сам по себе выходит как будто посильнее Но это посмотрим, посмотрим, насколько визажа получится разыграть Все-таки не зря они его пикнули Дем любили персонажа, ну и забанили Клокверка Хотя честно, вот если бы уже пикнули связку саппортов Титан-Клокверк То им приходилось бы очень ситуативно таких коров на линии набирать Дровочка всегда есть, нормально Стоим издалека, стреляем, там что-то где-то бегают, такие Титаны, Клокверки А мы смотрим издалека и пытаемся не умереть от прыгающего дума Но сейчас узнаем Батрайдера также исключили Тоже Антарес, это мое уважение Если он обогнал Пака, напомню, по Нетворсам Там, возможно, где-то был философский камень, кстати Я этот момент не прощекал, вероятно, но все равно Это наверняка был фарм стаков постоянно на фаерфлае Отводы, помним, что по стакам у него было 17, на секундочку 17 стаков было сделано Антаресом И это тоже сыграло свою роль Это самое большое количество стаков, по-моему, за прошлую игру Возможно, за сегодняшний день За турнир, ну за турнир вряд ли Но можно будет потом посмотреть эту статистику Тоже интересный аспект Потому что Антареса, ну вот, честь и хвала Он тоже не потерялся на карте где-то Был полезен, эффективен И Батрайдера не зря после этого исключают Да, убирают также и Сларка у нас, команда, Нейн Пандас Но это, мне кажется, намекает больше на то, что они собираются играть С думал в оффлейне, понравилось им как это выглядит Есть там Митлер и Рамзеса, в принципе, пока что герой Особенно под Ораклом, практически любой керри может постоять линию Мешает, но как только у Оракла появляется Фейтс Иди, как только появляется третья минута и инфьюзер рейндропсы Эта линия становится заметно проще любого героя Главное не брать совсем что-то хилое, что может умереть Это верно Иначе, ну, даже с химиком на линии мы видим, что ОДЖИ нашли способ с ним расправиться Если это будет что-то чуть более уязвимое, то проблем станет в разы больше Ну а сейчас узнаем, что они предпримут Бэйсика банят ОДЖИ, интересно, что Джагу игнорируют Решили, что, видимо, с ним получится справиться Хотя как будто бы с Бесом справляться на линии чуть проще Чем с Джиггернаутом, который в Бладфьюри уходит от тебя Поэтому выбор интересный Этого бана, больше банов не будет Сирену исключили на Энпандос, окей Не хотят они второй раз против Юраги играть А как тебе здесь какая-нибудь Медуза, что-то герой этого немножко проигнорировали в первой стадии Да, я понимаю, что внизу может появиться там какой-нибудь условный антимаг Но, честно, я не очень боюсь антимага Особенно, когда у тебя там есть чем его закрывать Doom с аганимом, за пленком просто на него прыгает и пройдет Без особых проблем А Медуза по-прежнему остается приоритетом керри Одними из самых сильных на турнире с точки зрения статистики Сейчас узнаем Вряд ли они будут открывать Медузой, но закрыть могут Это мы уже видели Посмотрят, кого там наберут себе OG Если это не будет Медузой, то могут присмотреть Конечно, такая опция присутствует В целом, вчера смотрели мы вот на четвертой линейке матча с Медузой Там она показала неплохую эффективность Когда играла вторым номером от Хардейнера И это прям отлично работает Есть Enchanters пока чисто Лайтовый саппорт для Антареса И смотрим, что OG на это ответит Что у них интересного заготовлено на ACM Два пика Бизуч, я так понимаю, все-таки для Диема Будет исполняться, вряд ли они попробуют его в центр показывать Поэтому сейчас мы смотрим на еще одного саппорта и какого-то коры героя Ласт пик за 9 пандас Поэтому возможно откроют сейчас прямо керри для Юраги Пока есть такая возможность Пикаем кого-нибудь, не знаю, Торрор Блейда и поехали Ох ты, Санкт-Петербург 10 секунд 10 секунд Может позволить себе занимать более грамотную позицию Плюс он не совсем керри Он такой, он анти-керри Он закрывает всяких там Лайфстилеров, свенов, понятное дело Но... Антихант Антихант, да Вот тот самый, который вы в ролике видели И в целом Он же и так бегает со своей вот третьей способностью Ну, 480-500 там, да, под веслом Это будет герой, который бегает 505 А как от него убегать непонятно Как его догонять тоже непонятно Вот Верка может быть догонит Или убежит Но честно, Верка, который украли весь урон Это не герой, который много тебе делает в драке Здесь попытаться через Вендран разорвать эту связь, возможно И как-то вернуться в драку Но если разор подсосется с виспом То твой сценарий выглядит реалистичным В этом моменте Только если, опять же, это не будет бедный разор Как это было с паком Потому что тогда на 30-й минуте мы увидим повтор истории Как бы хорош Не был этот вариант развития с тем, что мы выкачиваем весь урон И Верка как будто бы не бьет вообще Это не будет работать Когда Верка будет с артефактами Она просто мансанет от тебя Разорвает связь, вернется и сломает тебе хату Поэтому здесь Киатака Без каких-либо проблем повторяет результат Говорит, работает, берем Почему бы и нет Мне нравится Верка вообще Даже несмотря на то, что там герои сильно понерфили Вроде как урона пока что хватает Просто трон приходит там не на 10-м уровне Ты уже бегаешь, всех убиваешь На уровне 15-м может дождаться Но после этого Примерно так же, как раньше ты играл Ты так же и играешь Как тебе есть идея дума свапнуть все-таки для Рамзика И взять какого-то оффлейнера, который против Розора нормально постоит Потому что я не очень уверен, что у думы комфортный лайнап против Розора даже с Enchantress Дума для Рамзика Ну как будто бы есть опции пока еще не забаненные Более эффективные Возвращаясь еще к первой карте Есть Джиггернаут, тот же самый На котором Рамзик с удовольствием скатает Овердума Поэтому ТБшка как будто бы тоже есть Но немножко рискованно Ну сейчас узнаем Банится Панг Банится Темпларк Хотя у Темпларки у нас какие-то вообще грустные истории Могут Что 20 игр и в районе 40% финрейта и стремится в сторону 30% А там по-моему я с утра чекал и вообще 27% А ну вот уже в сторону 20% стремится Грустный момент Полный мрак Я тоже не понимаю, кстати, почему В целом-то герой, ну он вполне рабочий, вроде как Не кажется, что он совсем слаб Просто есть, наверное, что-то поприоритетнее Ну и опять же, да, вот на таких турнирах Такие выборки настолько маленькие Это там 2, игр 30, игр даже пускай 50 игр Это скорее не ответы на вопросы Хороший герой или плохой Это просто причина задавать вопросы Почему герой вот так вот себя ведет Почему он вот так вот смотрится В целом в Стопларке пока что мне непонятно Может просто слабый коллектив играли Опа Мипа Мипочка Интересно-интересно Мипа это мы рабочая схема Это мы берем Это очень здорово может сработать Ну и ответка от Night Panda Времени у них тоже немного И придется принимать решение очень быстро По этому варианту развития событий По мипу что? Вопрос Потому что Диен по-моему не играет на мипоре, кстати Сейчас я выберу твоих героев Мипа в лёгкой это реально мега сомнительная история Мы видели его в тройке, очень неплохая эффективность Хотя винрейт, допустим, об этом не говорят Но в целом рабочая схема В центре как ты тоже отмечал, это допустимый вариант Но вот в лёгкую его пытаться ставить Но есть как будто бы висп И с ним как будто бы вы чуть-чуть нивелируете эту историю Но в остальном не очень в него верится Больше верится, что Разор здесь покажет больше эффективность, нежели этот мипарь на самом деле Ласпик бисмастер для Мьера падает здесь Ничего такого сверхъестественного вдруг не возникло Всё-таки Дума решили взять Но это вот третий по популярности для Рамзеса герой Поэтому думаю, что ну окей Сыграем на Думе, покерируем таким образом В целом вариант приятный Если Аганим ещё доберёт, да, чтобы сразу героя с виспом накрывать И всё, и выключать двух героев из драки Такая опция есть Я думаю, сейчас Рамзес ей с удовольствием воспользуется Да, у него вроде как Елайн должен быть совершенно простенький У него не должно быть прям супер полюбейшие душки Линия с Розором должна быть тоже, наверное, за ВРК Розор не может в ней подсосаться Вот то, что я описывал То, что у него урон ворует Это уже движение Мид-гейма на Лайне Я думаю, что у ВРК проблем особых не будет Визаж, что не сильно мешает, он плотный Рома Тиммер, Грудлак пишется У них, я думаю, в Сложно тоже всё хорошо А мы как-нибудь все прекрасно знаем Виндзе Лайн и Виндзе Гейм И вот в этой игре на Инфантас как-будто под линии с этапом даже лучше, чем на первой В этом плане реальная история с Инчой Тоже Антарос, я думаю, максимально может захейдить эту линию И вообще жизни не дать Сейчас пока что пытаются два волонтоса забрать Уже, так там, два ворда по центру поставили они Апса Интересно, ну ладно Оба ворда здесь То ли не договорились, то ли что-то ещё случилось Но окей Пусть будет так Максимально засетапились на центре Чтобы ВР-ку никак не смогли тут переиграть Посмотрели вверх и пошли на низ А здесь смог атака от УДЖ И они под хайграундом могут оказаться в приоритете Ловят Рамзеса немножко, но... Пробить его сетка полетит Сейчас ещё гранаты есть Тут пацифа торкла имеется Поэтому Рамзеса забрать не получится Там у Дема плевок откатывался через пару секунд Если бы был Вижен, можно было бы пытаться ещё проплевать немножко Дума Но по-моему это его не убивало По-моему там в любом случае и жил По итогу у нас несколько ресурсов потратили ОУДЖИ Они также взяли на Юраке сеточку Не знаю насколько это страшно, не страшно для мипа на линии Честно говоря, даже не берусь говорить Но и в целом Ронан-то полный паритет Так что никто для себя преимущества не нашёл Сейчас узнаем, что из этого всего получится сделать Пока что, действительно, выглядит прям супер душно На верхней линии Тут Кабан будет Антарас ещё со своим каким-нибудь кентавром придёт И как жить непонятно В итоге там ловушка вообще какая-то готовится Нет, ладно Я думал сейчас попадут нижнюю линию гангать Но вот ТП-шки полетели Тайга возвращается Также приходит сюда и Юраги Ну, для мипа Жизнь тяжёлая Несладкая Но будем надеяться, что сможет выфармить Как и на прошлой карте Он там на Сирене смог себе найти опции Так и сейчас Нужно повторять Курьера подрела Смотри, Тайга Внаглую идёт Вперёд гранаты Кидаем Сейчас мы сами агрессию покажем Но Тайга потерял хп Что очень много Ну, слушай, кстати, заметьте, что Антарас, в отличие от многих других игроков на Энчантрас Не сдался Касательно импетусов И он берёт их на первом уровне Я, во сколько не смотрел Все энчи После последнего патча Вторую, третью А там у Верки проблемы В миде у Верки серьезно А оно вроде как выживает Вот в этой ситуации И смог катероваться Есть как раз такая история Что Это не пак Тайга всё-таки делает ФБ на верхней линии Смогли не додавить До последнего Восстановился И Оформил Себе ФБшку Вот Мира Видимо не ожидал Ну что, Антарас Может подфармить себе второй Успеть к этому этапу А тут ребята будут пытаться Нагнетать обстановочку И сами Работать с агрессивных Моментов Но, к слову От центра Верки здесь попроще Здесь тебя не догонит какой-то орб Ты на Верке всё-таки На ивентране Можешь пару точек Поддожить И нормально жить Да, вряд ли Будет тебе ранее МКБ Собрать Тот же самый Розор Но это не совсем А тут вообще никому МКБ Собирается А тут есть Трустрайк Талант На пятнадцатом мипа Это да На сеточке Ну, я думаю Попытаются Я просто не уверен Там трустрайк только для самого мипа Или трустрайк для всех Целей, которые атакуют Цель в сетке Ну, сейчас нам Профессиональный чётик подскажет Насколько это Эффективно По всем Все Это у меня вопрос Про то, все ли герои могут Трустрайк Или только мипа получают Трустрайк Ну да, это надо вот Прочёпить Будет Нижняя линия Здесь Дем С Себом Не должны вообще испытывать проблем Друг друга регенят Потихоньку Толкают линию Видим, что визажа Девять крипщиков есть Но и Рамзес не бедствует Десять крипов у него в наличии Особо сильно его не просадили Соло тоже, видим, с хп-шкой бегает Более-менее И пока Проблем особых Зацепить нечем Грубо говоря Пока фамильяров нет Тяжело будет Рамзес останавливаться Да, и Соло, я думаю При ресурсах Сейчас третья минута Еще и инфюс рейндроп И вообще Линия та сама по себе сильная Постоянный захил этого визажа Который и так готов подраться И поменяться хп Это очень сильно Более того, мана Которая очень важный ресурс На такой линии Но вот Рамзес, кстати, понимаю Что мана важный ресурс Кто забьет лотус Все-таки забирают лотус Оказался чуть проворливее Этот французский игрок Я, кстати, удивлен Мне казалось, что Рамзик Побыстрее должен быть Не успел Ну вот приходит сообщение Что все бьют в true strike Под сеткой Так что Это хороший вариант Развития событий Посмотрим Получится ли Это где-то реализовать Потому что Попасть еще нужно сеткой Это, конечно, не всегда бывает просто Особенно Если Виндра не бегает Где-то там Мансит Это может стать проблемой Еще если где-то блин Себе доберет То Это может быть такой Визим прям Сильно страдает, кстати По варшоту Ну, пока маны не хватает В итоге придется так Подходит еще и Виспа Вот этого не ожидал Хотя два варда стоит Но На той стороне Где нужно было Несто И киатака Ловит его Плазмофилд Зацепил краешком Вот это не задача Ну Себ, конечно, что там киатаку Типа это ладно Но даже не честный Один на один Даже не честный килл Но Дот это не совсем честная игра Кстати Дудума курьер вообще потерялся А между прочим Курьер с тапком База в другой стороне Брат Что это такое Рамзесп тоже бегал Они, видимо, знаешь Пытались напасть Пока не было Себа Пока он ушел на центр Пробовали Просадить Визаджа Не получилось Развернулись обратно Себ резко метнулся Обратно помогать Дему И засейвился Его товарища При этом сейчас страдает Кстати Себ Минус Висп Вот так вот они Третьи лвела работают Но при этом сам Рамзе Страдает Еще бы тычку заплюнуть Но Успел спрятаться за деревьем Молнию откинул И убегает Регениц Мне нравится На каких он, конечно же Морально волюбых В этой ситуации Разыгрывает своего героя Он стоял за деревом Для того, чтобы продолжать Сжечь Дема Его Скорчерцем И потом еще и Молнию выписал То есть он по максимуму Перед тем как уйти Обратно на базу До Бестап как валять до нее Он по максимуму Просадил на пизажа Красиво Сейчас посмотрим на Нетворцы Как у них там история Складывается Потому что по линиям Как будто бы у Думчика Не очень хорошо По деньгам Две тысячи есть Уже вроде бы более-менее Можно Потом еще наберется Безима в центре Пробуют избивать Плазма Филд Это не пугает Антарас Импетус пошел Наибыли стики А Соло Соло решил сам драться Раз коры не справляются Идут саппорты Сражаться Но Не догоняет он Безима Возможно Курьер кстати догонит Курьер увидел Два удара есть Но приходит Нипа А вот с этим могут быть проблемы Сейчас они вдвоем Если зацепят То уже не отпустят Но Юраги Не успевая Подъехать Под удар И все И побежал обратно Странно у него сетка была Пуф был Ну пуф ладно Пуф не очень хорошо Он слишком телеграфится И ты пуф Скорее всего Задоджишь фейцидик На оракле Хороший стол Между прочим И вот пошли пуфу По Антарасу Антарас смогут убить Юраги Мне нравится его Подход к игре Потому что я это видел От Микки Микки вообще не стесняясь Там тп на войне 5 уровня Начитывал мид для того Чтобы фраг забрать Я тоже такое делал Вообще на не те Которые они выиграли И мне кажется Это подход правильный для кэри Играть супер агрессивно И подключаться к любым дракам Есть такая история Это может вам принести Определенные Дивиденды В дальнейшем Мидер Будет задушен И он не сможет Тебе прийти И тебя убивать Такая опция тоже Нужно учитывать И здесь пошли Они пошли кошмарить просто стаки Они понимают Что Антарас сделал 17 стаков На прошлой игре И Погоди это А он приручил совуха И выдал себя на лоу граунд Красавчик На Антарасе Топоры полетели Пробуют отомстить Но план выполнен Крепы похищены Нейтральная стак не сделан Вот это конечно пок Вот это вот У него был 1% Знаешь как в этом мемчике С Доктором Стрейджем У него был 1% из миллиарда Ну не процента Один шанс из миллиарда И вот он им воспользовался Киатака За это еще и тайгу наказал И по итогу стаки защищены Противник убит Демп задушен Он вообще под Т2 И в целом экономическая ситуация По карте Плюс-минус равная Только вот С одной стороны Есть Дум Который сейчас будет с Митасом Который будет фармить очень быстро А с другой стороны Есть Мипа Который тем же самым будет и заниматься Сейчас узнаем Что там Мипа придумал Пока что летят пауэршоты Мейера Тут разбирается с Мипа Он один что ли это сделал Через Рор Видимо один через Рор Потому что далековато находится Антарес Просто загрыз бедолагу Вместе со своим кабаном И вот она история Что ты пришел по Гангал Вроде бы неплохо Но тут возвращаешься на линию И умираешь сразу после этого Возможно история Что ты просто не вернешься больше На эту линию И будешь пытаться Либо по лесам ходить Либо также где-то Какие-то ганги искать Очень-очень опасно Возвращаются на эту линию Сейчас конечно же На Мипоре Умира даже без его Рора Сейчас наверное Хватит урона через топоры Для того чтобы Либо Мипа убить Либо его прогнать И он не будет фармить В любом случае Соответственно Мипа я думаю Юраги должен ходить в лес Он там подфармливает Только изредка выходить на лайн А тут на центре На реке Встреча Очень сильно просаживается Киотакой И по-моему Он умирает Да И его лопает На пару с Киотакой И с Соло И за Соло погонят Безема Вряд ли мчается успехом Хотя он очень старается Работает ультимативно Но Соло Пока что достаточно быстрый А Безем что Ноль поинтов в пассивку О боех Ноль поинтов в пассивочку Седьмой уровень Ультимейт прокачан И замаксили Плазма фил Нормально работаем Тайга подходит Попробует Возможно немножко прогнать Отсюда киотаку этого Но Тайга просто Прошел боком Пошел Ремнант И нет Решил что Решил что не готов Он пока эхостом кастовать Зато Курьеры Юраги Подрезали где-то Как-то успели Мьера видимо продолжает работу Иншей забирает Пытается OG Прогнать отсюда команду Пандов Но Только одного удалось Скрипчика забрать Тоже неплохо на самом деле Не так хорошо Не тепличные условия Для фарма стаков Но тоже пойдет Ну Самое главное Что эти стаки Да они достаются Мипа Потому что просел уже Очень-очень серьезно Мы если посмотрим Все трекоры команды Найнпадос находятся На первых строчках И этот вот вроде Как бы казалось бы Чузовой 23-й Мипа Его даже не так чтобы Прям сильно контрили Я честно не скажу Что там является Бестмастер прям прям Прямой контроль этому герою Просто Пока что он себя Не показывает Показывает себя За токи атака Миссисола Сейв с опор Который убивает Это не к добру Проблемы у Соло все равно будут Его здесь разберут Через ультимативную Побежали Задушили Самки атака уйдет Безнаказанным Интересно Что Мейера уже 4700 Бестмастер с быстрыми Артефактами Пойдет вам ломать базу Потом литься В том числе А утрам Зе С каким-то чудом 15 хп бежать Главное чтобы крип Крип не добил Но вроде уходит Отсюда Фамильяры на разведку Не отправились Пошел Тайга по лесам искать Просканил территорию Никого не нашел И Рамзес Будет жить Если вдруг не останется Прям совсем наглую Как-то там под вышкой стоять Хотя Тайга Отправляется за ним Ты посмотри Тайга его может найти Тайга может убить Рамзек Ну-ка Бежим бежим Тайга вперед Рамзес все понимает Уходит на хайграунд И там уже Фармит Идея была хорошая И вроде даже немножко его Поддушили там Но он продолжает свое набирать Преимущество до сих пор сохраняется Но немножко разбавили его Ужи последними мулами Я там смотрю Безьем так и вкачал пассивочку Сеп на позиции Чтобы его возможно засейвить Кстати Безьем Вот идет вперед Он не против по-разному с Киатакой Киатака Выдал фокус фаер Именно в Розора У Розора По-моему стеклянка еще нет На кулдауне И поэтому Не может он развернуться А вот теперь С подходом команды Киатака Понимаешь нужно болеть Классный шоколшот От него По приоритетным целям Но его все-таки догонят Садится Гаргулья У Дэма В случае чего есть еще Соло Самшун Подрубается ультимативно на Безьеме Он до сих пор не хочет Давать с этой клинике Возможно он до сих пор на кулауне И Киатака неужели уйдет Да Фейтсиник спасает его Соло будет наказаться Потому что он засейвил своего тиммейта Несомненно И Антарес проблемы Безьем Безьем вообще ничего не боится С подсебом Они все уже пришли Практически ломать готовы Не хватает только мипаря Но в четвером естественно Вы сильнее Чем три героя соперника В этом моменте OG воспользовались Максимально преимуществом Сломали вышку И теперь пойдут еще кого-то гонгать В прошлый раз Немножко не хватило по Рамзесу И сейчас этот нюанс Нужно решать Потому что Рамзик Пармит все равно Где там потихоньку Маленьку поднимается 4800 Идет на равных с основными корами Но вот мипар чуть-чуть повыше У него 5400 И тем не менее Об этом звать не стоит Параллельно с этим Проходят на низ И вот забирают себе Всех нейтралов По возможности Чтобы лишить дополнительного фарма Того же Дума Вот Да Это очень важный момент Что они забирают эти стаки Бисмастер огромный Вот Да Обзервер меня прям с полуслова понимает Прям очень кайфово Когда так происходит Там почти есть уже аганим Я думаю что с появлением этого аганима Они попытаются навязывать свой темп игры Потому что OG пока что Как и в прошлой принципе карте Они пытаются играть агрессивно Они играют с точки зрения силы Даже смотря на то Что стадия ленинга У них была так Чуть-чуть подзалито Там процентов 10 Да Они сейчас играют хорошо И правильно Они вот Инициативно играют очень Но Инициатива я думаю Очень резко придет в руки на инпанк Как только Мьера Донесет себе аганим Так под него уже стягиваются Там уже Восстание рабочего класса Вау Вау Нормально скелетоны Работают А там на нижней линии Все-таки Рамзеса приговорили Но То Чего они должны были сделать чуть раньше Вероятно Еще и вышки сейчас Догрызут И просто вот Будут пользоваться Моментом Пока у них есть небольшая инициатива Все этой один вышки Догрызать Где-то судо фраги делать И пока у вас мощь За счет разорчика Плюс Бисп Работать можно Там еще ими парк Пролетел на верхнюю линию Возможно Попробуют зажать Кого-то в клеще С двух сторон С центра и с верха Прям здесь Все команды Найн пандус Могут стать проблемными Что нападение Атки атаки есть Но В Бизиемо Сеп его регенивает Поэтому не страшно Как будто бы фокус фаер Еще и стадик линк пошел Но рор Разорвать связь И избивать Бизиемо Пошел под хилл Дальше плазмокилл Недостаточно А Дием теперь становится целью для Биспан Какой шоколшот Очередутки атаки Он двоих Получает Заслуженный тип Потому что Он немножко подставил Мне кажется Двух своих тиммейтов Ребята я Я возвысили Но нет не получается Недостаточно его И по итогу Два кора забирается Командная пандус Причем вообще без какого-либо Размена И это была попытка От УДЖИ Атаковать Да вот ты говорил Они здесь зажимать клещи И так и было Но как-то клещи Одна клеща Пришла Раньше другой Да Есть такое Не успели сверху поддавить Мепаря очень Естественно не хватило Новая попытка Плазмофилдом Кого-то подцепить Антареса Подкачиваются к нему Но сразу же Шейкл летит И Антарес убегает Безнаказанным Птичек посадили Но даже Мьера не застанился Уходит ни с чем Они готовы дальше Здрасте посмотри Атос Руна ускорения забирается Киатака И побежали А Дум в кого-то вкинули Параллельно с этим Там где-то дерутся на нижней линии С Рамзесом еще Давайте его посмотрим Ну видимо Там спокойно Все А нет Там Рамзека приговорили Тут Тайга правда Представляется под Киатаку Киатака даже бы не нажимала Пока что руну хасты Разлом пошел от Тайги Но он будет только по одному Бестмастеру Бестмастеру правда больно Хорошо его просаживают Через Соло Самшины Скоро вернется сюда Да Соло выдает ультимативную Мьера должен растапешиться успеть А вот Соло вряд ли отсюда выходит Сэп Ну он Сбить тапешку ничем не может Спас своего Оффлейнера у нас Соло Я думаю что вполне себе нормально Разменяли здесь по карте Найн Пандес Даже несмотря на то что потеряли внизу Своего Дума Ну вообще они У Рамзес и ульту отдал Он как-то жестко его прессанули Видать И не получилось Счет вроде бы 8-8 И тысяча преимущество Еще как будто за Найн Пандес тоже есть Ну это реально Мьера работает за всех Восемь тысяч нетворца на бестмастере Аганим уже в наличии Готов идти сражаться При поддержке команды Но вот Дум пока еще что-то там дофармливает Команда не поддерживает И это сказывается В тимфайте вот На центральной линии Ребята чувствуют себя из УДЖ поувереннее Блин как будто игра на самом деле Возможно да Я не знаю насколько это резонно не резонно Как будто игра немножко про Радианс Куда-то Вот на прошлой картером Со своим Радиансом Был даже момент где ДМ дает тычку И вмесает И это спасает жизнь Мьера А вот как будто в этой игре Собрать на Дума Радианс Было бы не такой плохой идеей Там куча мипарей Да они там разбухают изначально Но потом то это все-таки герой про Райклик Кстати Райпики полетели Но сюда врывается Мьера Он сейчас на что-то кидится как не в себя Убивает Юраги Причем без особых проблем Дэм тоже вне позиции У него два импетуса Три импетуса И третий будет похороном Параллель с этим правда Сиди на Соло Но снова Шакл Гениально Такие атаки работаем по Безьему Безьему пытаются захили Пытаются увести отсюда Увести по-моему Получится Нет получится увести И исключительно его останки Страшно получилось Страшно получилось Только что вроде провели нормальную драку Но решили подраться в упоре Под ВРкой По которой пока нет контроля никакого В Виндране Она просто нажимает Виндран И стоит Делайте что хотите И мы сами вас изобьем Вот мы видим урон Три с половиной тысячи Идет от Мьера На Бестмастере Как вам такое друзья Топоры работают Кабаны работают Он тоже работает И здесь драться Конечно было слишком опрометчиво с их стороны Пятнадцатый на Юраге Вот мне кажется что на пятнадцатого и на Юраге Абсолютно нет смысла никакого сюда залетать А тут статистика предметов Мьера собрал самый быстрый аганим в этом патче 12-34 Вау А я не удивлен Я тоже увидел Помнишь да мы с тобой такие Опа У него уже есть Можно атаковать И вот реально очень очень круто А это знаешь Это Эншей пытались законтестить Но они не успели И Мьера их все зафармил И вот благодаря этому как раз Он смог разогнаться То есть ему помогли да при этом Еще как бы дополнительно Немножечко да Подсобили так скажем Поэтому 1-2-3-4 Магия чисел Реально Мьера Максимально хочет победить Понимает что 2-0 Это обязаловка На этой карте Тем более что Ничью и на сцене играют Буст Небольшой толпы Которая там есть Если вы кстати не смотрели Обязательно зайдите в Парагонный Вэнс Телеграмм Там все видосики со сцены есть То есть приятно Там еще и вьюшки имеются Аки Атака занимается тем чем Занимался уже до этого Но попытка телепорт А тут есть телепорт Все наберется Пятерочка показывает И уходит На базу Я вот когда увидел Това Розора Я почему то думал Ммм Розор Вроде не универсальный герой Но вроде как бы и хочется Наверное тоже Атласик Собрать в этой игре Было бы неплохо Ну просто потому что Иначе от тебя улетают В ТПшках Ну действительно было бы Наверное неплохо Но у него там Сейнжин Яша Вроде как Он очень быстрый Но как то Контроля пока что не хватает И поэтому Не может Он своего героя Реализовать 15 15 на Юраге Появится Будет какой то Короткий тайминг Мне кажется У команды OG Но до него еще нужно дожить Посмотрим сейчас Получится ли подцепить Мьера Пытается отступать Соло Эх Соло нашли Тут же Мьера фокус по нему Сетки уже летят Барабаны топают Элдор Титан Разлом откинул Плохо потеряли Рор нажат Он готов драться дальше И почти вырубает Там их все Вынужден хилить Этого тайгу Но все таки Мьера накажут Рамзес вроде бы бежал В этом направлении Но уже поздновато Помочь он своим товарищам не сможет А вот его могут заметить А хватит ли чем зацепить Плазмофилд пошел Сразу ТП-шка жмется Далековато Всевозможные птицы И отсюда Рамзес улетит Ну хорошо Ну здесь Не сложно раз ТП-шится Здесь и станоп Да Вот сетки Юраги Стомп Который очень долго кастуется Еще сильно телеграфится И горгуль И может быть Хоть как-то могут помочь с этим И поэтому раз ТП-шивается Очень команда Хорошо Майн Пандес Пока что Если они не хотят драться Они драться не будут Зацепить могут разве что Только одну цель Вот какого-то бринка С каких-то горгуль Вот что-то такое Не более И это должны понимать Панды прекрасно Будут этим пользоваться Тем временем Правда Появляется мега мифа У мифаря У Юраги Не знаю Миланс Ну Он как бы появляется Но если Просто тебя связывают Ты стоишь Твоего мифаря избивают Как бы Ну ладно Мне кажется Мне кажется Что это хорошо Против бестмастера С аганимом Потому что мы Видели Бил свои барабаны Да И с каждого удара Барабану Он отхиливался После рора Он делает это очень часто А там мифарей У него миллиард штук И вот соответственно Если будет только один мифа То он не хиляться будет медленнее А вот этот мега мифа Он на самом деле Наваливает весьма и весьма Причем он там может швыряться Мипарями Ну а там Тем временем И атака продолжает разваливать Ну это уже да Классическая история На этой карте На прошло он еще Так же с мидером делал Здесь пока Сложновато зацепить Этого разора Все таки мега мобильный Поэтому Надо Нужен кто-то еще Чтобы разорчика вылавливать Пробуют зацепить Прыжок Полетели глейпниром Накрылером Зес будет ли ультимативной Шейклом привязали Тут же готовы лететь Висп заряжает И на развороте димов Захватили в три стороны Сет полетела Похи атаки Можно накидывать по нему Но пока промахи промахи Дум в упор И начинают стрелять Но миера пошли под хил Все пытаются его спасти Мега мипа в действии Глейпниер на развороте Тоже нажат Чтобы только убежать отсюда Но рамзес уже очень битый Соло Традит в него ультимейт Сам за это погибает Остальные просто в страхе Пытаются Скрыться от этого Рамзес телепорт Будет Без опасности А вот ки атака похоже Никуда не уйдет Аегис выбивают И должны закрывать После аеги Слушай а он неузимый что ли в мегамипа Нажимается там конечно же Виндран Вер какое-то время поживет Я думаю недолго Здесь хватит и магии И хватит просто фиксации Я так понял что он действительно неузимый Когда он собирается Потому что Попал думам У нас Рамзес Не в основном амипа Который да Сабилка мегамипа А в какого то другого И соответственно Он просто его спрятал Сейчас уходит пьера Есть от него сеточка Продолжение идет Пятнадцатого пока нет Но ему пока не нужен Хотя блин пьера сейчас он Расскажет гадостей Так Закопались Можно собраться в мегамипе Через пару секунд Выкопались Ну этот уже не закопается У него уже атака Бьера конечно батя Он просто здесь один Убивает Не на того напали Просто катастрофа реально Вот они поняли Что с ним лучше не драться Барабаны работают Нужно Ну четыре персонажа В идеале Чтобы с ней расправиться Все таки у него Почти двенадцать тысяч натворца И еще и Антарас заденаял Там руну Мудрости Параллельно с этим Как развлекались А свою заберут сходят Мне очень интересна Механика вот этого мегамипа Потому что герой Он только-только начал Справляться в мете Кулдаун На этой способности По-моему Отсутствует Я не вижу его На этом Ну вот 45 Нет? 40 секунд Окей Значит не было еще Просто ему ни в коем случае Нельзя подставляться Под бисмастера С барабанами Соответственно да Слишком сильно теряется Бисмастер Ну зато 15 Доберет сейчас Юраги После Торментера После пачки инж Юраги отправляется Сам забирать больше Ему никто не нужен Чтобы с этой задачей справиться И Жить можно Торментер падает Растерзал Так сказать И идет фармить себя дальше Он пока все еще не на первой строке С ним конкурирует по-прежнему бисмастер На секундочку А вот у Дума И Верки Ситуация чуть похуже В этом вопросе Если на прошлой карте Мы видим что Верка обгоняла Своего прямого конкурента Здесь Раззор на первой строке В шоколаде С Энджин Яши есть Скоро доберется до Кирасы И будет готов сражаться С любым персонажем соперника Блин Вот этот 1-1 Он вообще никому не нужен По ощущениям Честно говоря В этой групповой стадии Потому что если уже Сайнпан здесь расходится 1-1 То они оба как были На последней срочке Да В этой таблице На последней срочке И останутся тем Вроде как с Аганимом Что ли Да Он с Аганимом Выходит на Атаку Есть хороший шекл Но можно снова собраться в Мегамипа Рором Накричали И Дум сразу же выдается по Раззору Раззору очень больно Но его хилит висмин Параллельно с этим еще и Юраги Начинает сцепляться в Мьер Он понимает что это Самая превзнетная цель Собирается в Мегамипа Но там уже погибает его мидер Параллельно сети погибает Еще его оффлейдер Выходит на невидимости Зацепили Мегамипа В него вливается абсолютно все Даблкил для Мьера Не на того напали Просто Они допустили Самую главную ошибку Из возможных Да Они кинули Весь фокус В героя под хилом Себа Если бы этого хила не было Он губер моментально То есть они его избивали 15 секунд Вот там 13 тысяч урона Выдали И И все равно выиграли драку Сколько они потратили На то что Себу параллельно пытаются забирать Шейкл летит Привязывает Нормально киатака таких не отпускает Да стоял Ты посмотри И Все равно С этой ошибкой Скажем так С этим Не то чтобы приятным фокусом Они все равно выиграли драку Без потерь Это же Ну серьезное заявление Сейчас еще и демо Пробуют убить Но тут все таки 2 в 1 Птички еще эти Неприятные Ну и плевком Показывает Что не нужно было так долго оставаться Тут киатаке Если бы он не отменял атаки Он бы ушел отсюда На 0.5 секунд раньше Возможно он бы не умер Это к вопросу Да Возможно Да о том стоит ли беймить в пабах Или вообще в принципе А тут Emotional damage Был разменен на Actual damage По экономике И по экспе Ну хотя знаешь Вот командой OG Вот хочется Да когда ты против них играешь Особенно против Себа Вот что такое Ну поделать Ну почему так Да Он знаешь Типа постоял рядом с Себом Аж сфоткался там И все нормально Оставил себе Автограф на память Красивая история Что Себ постоянно Говорит Ну вот это мой последний заезд Это вот я последний турнир играю Может быть правда Последний И для него ряд И больше На турнирной сцене Вы с ним не встретитесь И такое вот приятное воспоминание Луки атаки останется Небольшая попытка Давления от Мьера Продолжит толкать линию Отвлекать внимание На себя У команды OG Но они как будто Отправляют сугубо тайгу Одного И сами фармят Продолжают акцентировать Внимание на том Что нужны бабки Появляются ауры Вот она Кираса Но и думчик дышит в спину Появляется у него Шива И сейчас должно быть повеселее В тимпайсе Дум будет полезным Вообще с мипа Хотелось бы Вот Шива появилась Я думаю сколько там у них Аффектов захила Там есть Орсбайн Третья пассивная у мипа Рядом Идя с захилом Который контрится Есть висп Понятное дело Но в этой игре Я не знаю почему Но Владимир по-моему Очень был бессильный Просто для того чтобы Увеличить урон Исходящий от всех ми Подать им всем лайфстил Немножко брони Тоже было бы неплохо Но посмотрим Еще пайп нужен там Мьера Для того чтобы тот Так через драму В слалом не лечился Ну я вообще не видел Чтобы кто-то вообще на ком-то Собирал этот владмец В последнее время Это такой артефакт Который потерялся Да У него Процент сборки Один из минимальных Наверное После того как Его резали-резали Его дорезали до состояния Что больше он никому не нужен Он только как часть Оверлорд Да вот На визаже в принципе Мог бы появиться Кто найдет дабл дэмэдж Самое главное Смачок Оп и заметили Сразу сигналы Кентавр нашел Но достается Рамзесу И пробует напасть На нижнюю часть карты Здесь как раз Три героя Которых можно с удовольствием Скушать Скан пошел От сил света Никого они не заметили И через портал Отправляются на хайграунд И на верхнюю линию Тут же ДПшки пошли И атака один Опасно А он там может заиграться И вот Причем видно будет Даже там Страк стоит Хотя он идет сам вперед У него высадится в трон У Тайги больно Накричали Хорошо отлично на разор Уже разобрали Тайгу Бизьем Выстал урона там много Понятное дело Не хватает этого урона Пока что для работы по бисмастеру Хотя я только об этом сказал Юраги подключается Юраги подключается к работе И за сейвили Мьера Он готов развернуться И драться дальше Бизьем в думе Мегами по Юраги Бежит Где в таверну И по-моему на Эльфанда Снова находит для себя Отличную драку В этот раз на соло Никто не прыгнул И соответственно Соло будет на чили Вернется сет Обратно И по-моему там его найдут Ну за байчу Она максимально получилась Казалось бы Вот уже Пиши пропало Киатпака сейчас 1 в 4 откроется И они реально забили просто на этого Беспадки А Ладно Но Сюда пришел Юраги И они хотят еще попытаться Похитить этого Рошана Как-то Попробовать Потому что кнопки поражаты Дума нет Ультимейт Оракл нет Фокус файра правда есть Рор тоже скоро на самом деле Откатится 30 секунд осталось И могут быть проблемы Если они чуть-чуть задержатся Тут Рошан падает Так Безьем приходит сюда Хороший Гребнир Выдается по пятерым Стоп в пятерых Сейчас туда еще и разлом пойдет Юраги Начинает Пуфать Это минус Это минус все Что происходит Рамзес Погибает Мем 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 Было бы очень правильным И вроде как даже выходит В какую-то такую агрессивную Нас атаку командной Пандас Но слишком много шмоток появилась Там я посмотрел То что увидел Появился блинк на мипа После этой драки Ну помимо x Появился владимир Как раз таки тот самый На себе И появился Если я правильно Увидел На Алибарда На ДМе Так что теперь еще и могут закрыть ВР Но пока закроют только Соло Или выводят его нажать Утимативную себя А Дум Полетел В Разора Просто все В Разора полетела Все пытаются убить Там разлом Разлом снова Соло умирает Правда умирает И Безьем Дм Умирает Это минус 3 минус 4 В исполнении команды Найт Пандас Выкупается Соло Понимая что эту драку Можно хорошо разыграть Там да Юраги как-то ковыряет Рамзесу Вливает что его ковыряет Мипа Вот сейчас пошли сеточки Есть минус Аегис И Мипа умрет 2 раза А никто не может прийти Они все без бая Соло еще подходит в упоре Привязывает его На опыте Под себя кастует И попытка уйти как-то Одного телепортировал Но этого телепортировать не дадут Контроль информации Пуф-пуф И домой в таверну Да как так Только что так Просто безоговорочно Проиграли этот тимфайт На Рушпите И это их вообще не остановило Да Почти любая другая команда Они бы сели на базе Дефаться Формить что-то еще Найн Пандас выходит Говорит Нет ребята Это наш Аегис должен был быть Мы вас всех убьем Выбьем этот Аегис И сломаем вам базу в ответ Ну слушай Просто Просто красиво Офигенно Ну безоговорочно Ну мне кажется Что очень сильно Здесь проиграл Безием Он Жадничает Ну не жадничает Он выбирает Приоритетную цель Для использования там Минус Гост Он просто убьет по моему Тайгу Он Выбирает Третью цель Он хочет ПВР Законнектить свою Ну и поэтому Получает Вообще Ничего не успевает Антарес Здесь Безьям все нашел Безьям нашел Безьям нашел Вот свою Кратский цель Которую Атака будет умирать Погоня дальше Полудут за Рамзесом Рамзесом Больно Антаресом Рамзесом Тайга Еще один Нужен будет Рамзесом Тайга Ну вот он Каждый раз танчит все И он не успевает Выдать статиклинг ПВР Если не выдают статиклинг ПВР Я так посмотрел То драка за ними Если не выдают То драка за команды Найт Пантас Есть такая история Здесь при этом Очень грамотное распределение Обязанностей Если еще чуть больше Урона появится За Антаресом И он успеет Убивать Себова раньше Чем тот Постоянно выхиливает Этого Бизиема Потому что мы видим там Дум выдает сюда Фокус фаер В половину столба сбивают Он резко половину Обратно отрегенивает Если этих моментов Будет чуть поменьше То они гораздо Быстрее будут справляться Задачей И не позволяет Сопернику долго жить Что для Разора Естественно Очень приятно Пока он подходит На нижнюю линию И будут ломать Т2 Что для вас дорогие зрители Может быть приятно Так это Папстон в Москве Благодаря нашим партнерам Финал Ряд Мастер Вы можете посмотреть его На площадке вас будут ждать Стримеры Тематическая еда Турнир 1 на 1 И многое другое Чтобы поучаствовать В розыше инвайтов Переходи по баннеру В описании И почувствуй себя виново Как Рамзес Который БКБ ТП аут И спокойненько живет Да Отдыхаем Сидим Смотрим на базе Пока Дофармят себе Артефакты Все таки в этот раз Верочка с БКБ Сначала Помню что на прошлой карте Очень долго он Его себе не добирал И только потом Будет выходить в остальные Уже На себе Жизненно важные Предметы Обезьян не стесняется Фармить на территории Соперника Но похоже что Сюда никто не придет Все Панды На верхней части карты За исключением Того самого Киатаке Линка У него варит Со следующей шмоткой Осталось полторы тысячи Ну чуть меньше даже Наверное чем полторы И вот с этим предметом Я думаю что он Ну хотя бы что-то Втерпит Да ну Рор в думу У него постоянно выдаются Сложно играть В такую доту Но ему и нужно Быть на передовой Пока Как будто поджимает Немножко больше OG Чем панды Хотя Вроде откатились У нас как бы все Способности Все предметы важные Типа БКБшек на 9 пандас И можно даже идти Дум с Акторином Поэтому БКБ очень исключил Кстати Блинк появился для Дума Ты говорил что Блинк БЗ Он Дум подслушал И забрал себе Артефакт И БКБх Для бестмастера Тоже Важный нюанс сейчас будет Для тимфайта Где Мирос может раскрыться по полной Помним что это бестуха У которого 20 канет ворс Он наваляет урона столько Что мало не покажется Никому Из присутствующих У команды OG И вот он смог Попытка 4 БКБ реализовать 4 штуки БКБ У команды 9 пандас Чтобы вы понимали Они готовы Переживать весь маг проказ Который там будет пытаться Их останавливать И это может Очень неплохо Заралять Позволить им быстро Справиться С кор героями И там уже Доедать остальных Но выходят они на верхнюю часть карты И тут вообще никого нет Как-то Зазеркалили друг друга коллектива И получилось так Что никто никого не нашел Т2 Стоит наверху В миде У команды OG По моему По ним работает сейчас Как минимум Подпушивать Лайн аккуратно Но их сейчас Начали стягивать Судя по движениям OG Именно это Не собираются сделать Уже пошла первая ТПшка Первая тпшка Киатако Даже сбивает Безиэму линку Но стянули и разошлись Стянули и разошлись Будем ждать Рошана Я так понимаю Мы Зрители Ну и команды Команды очень хотят Естественно это Рошана Я думаю выводы Найн панд сделали После прошлого Рошана И уже так легко Подставиться под Разлом Не смогут Хотя как знать Новый смоук Нет никакого ожидания Они Перетянулись обратно Только что показались На нижней части карты Сейчас вновь пробуют Атаковать вверх У нее тут стоит вард Тут же идет целая пачка Крипов и прыжок По севу они поймали Двоих Еще можно быстро убить Виспа туда же прыжок Сейчас можно Безиэма контролировать У него нет поцела Это моментальный минус должен быть Рош даже не пожалели Сетку Одиноко Откинул Мепарь и такой Ну я помог Я полезный И уходят ни с чем Двоих фрага сделали Еще и тайгу могут зацепить Пауэршоты летят Попытка телепорта Найдет ли в упоре И Не замечает Ах Но все равно Но все равно Не хватило Но заход на кран будет Заход на кран будет Даже не стали там Пытаться ждать Рошана А всем зажал сыр Мне кажется Вот у него был Он мог выжить Но он решил что не надо Но боюсь Что его бы там не отпустили Такое ощущение Все таки там максимально Жестко в него вгрызлись Рор был У него был потрачен От Мьера Здесь просто на беземощи Переключились Основная цель была Я так понимаю Забрать Себа именно Отправляют птицу Смотреть кто там на базе Выходит Но бараки должны добивать Пытаются укрепить строение Немного это испугает Помним что Никаких аегисов нет Но есть 4 бкб Все еще Как бы И это основной аргумент В борьбе на Пандас Сломали первую сторону Пойдут ли на вторую Тут уже Рамзес Разминает Начинает Просаживать Т3 Ну атаковать без разора Сейчас для УДЖИ Будет очень большая ошибка Поэтому Тайка Вот так дистанционно Пытается Понабирать армор Постомпать Побить к репочках Но сторону Это никак не спасает Там еще и выдали Защиту к репу Для того чтобы он Был очень защищенный видимо И отходят Аккуратненько После забора второй стороны Безем рессается Безем будет в драке Но он не успевает Тайка Была попытка Юради сбоку заходил Сажаются на Мьера Но Мьера на блинкет Просто выйдет Кстати как он Блинканулся У него же не было Ну ладно Не суть важно Его вроде как выпустили Хотя нет Обезьем Он втанчит в себя Рор Хорошо Начали драку Юради Прыгает вперед Нажимается все 4 БКБ Юради вообще никому урон не наносит Хотя очень плохо становится На секундочку Мьера его подцепил Оракл Параллель с этим на Оракл Но Оракл уже плохая цель Зачем даем его фокусы Я не понимаю А вот Рамзеса за фокусы Это плохо Мьера На базе лопнет Окей Соло Соло уйдет Энчатрас Нет Киатака Пошел сплетить Супер странная драка Вновь та же история Мы опять все вливаем Вроде бы Получилось остановить Но сколько урона Накидывает Безьем Если рядом с ним Висп И Виспа Никто не трогает Антарес не смог добраться В этот раз до Себа И это идеальный момент Чтобы идти Выбивать байбеки Со стороны команды Найн Пандас Поднимаемся на хайграунд Уже выкупается бейсмастер Но база упадет Очень быстро Здесь бестуха Не задефает линию Какие же качели Мьера Да он выкупается У него нет рора Еще 9 секунд Я думаю что Соло соло поставляется Соло по нему Есть замедление Соло пытается с тебя очистить Получается Ну ладно байбек есть Байбек есть Ничего страшного не произошло Работа пошла по второй стороне Пытаются OG Хоть как-то выиграть для себя Здесь к макро Мьера Уворачивается от сетки Подставился Было бы очень-очень проблематично Его вытаскивать Скорее всего без байбека бы не обошлось Но он просто подходил сюда Для того чтобы дать Кримсон Кримсон то дал Но 4 бараки Как-то это очень слабо спасает Две стороны уже Минус от OG И пошла работа по 3 Выкупается Рамзес Выкупается соло Будет драка полноценок И атаку крызы сгибов Далее Монезарм вынуждены Нажимать БКБ Рамзес Вперед Рамзес Замечает Себа Себа хочется Лобленд Томьера Поставляется под всех мипарей Его распуфали его убили Рамзес Рамзес выходит Пока что соло после бая Умирает И по-моему это все Хотя нет там Антарес Как же он работает по мипо Да сейвил Он закопался Он за сейвил дигом И нужно теперь Куда-то другого убить Прыгает Рамзес Пытается остановить этого мипаря Но не получается Еще может мипов Но нет все таки мипаря Они доели Диема увозит Себа сейвил А вот тут привязали И можно Бизиема пытаться избивать Фокус по нему Он пытается жить еще Плазмофил пошел Хилли заживет Но пока недостаточно Нужно чтобы вернулся Себ Урна полетела И Бизиема тоже добивают Выкупался Мипа вернулся Выкуп от Бизиема Они готовы заканчивать Прямо сейчас байбеков нет Прыгает киатаку Хоть как-то остановить Но Мипа уже не остановишь Нулифайр полетел Но Юраги Здесь не пощудит никого Рамзик Они могут попытаться разыграть Вот Дием подставляется Немножко получают Фокус Файр Больно Диему Еще есть понюх自unächst Бьет Трон Они его добили Ооооооо Какая жесть Получилось От команды ОГ совершить Казалось бы Так все идеально складывается Для команды 9Pandas И вроде бы законтрили Немножко этого Заветного Мипаря Который их развавил Но та битва Под Рошаном Которая сломала Все планы Не получила забрать вынудила выходить они даже вроде это нивелировали следующим выходом и выбиванием аегиса но уже под хайграундом соперника сделать ничего не получилось какая же сложная получилась игра для обоих коллективов конечно туда-сюда обратно все это я не знаю честно говоря вот я согласен с тобой что было вот это ошибка на рожане но честно говоря мне кажется что g тоже очень круто разыграли свой драфт мне очень понравился мипа вообще не полу такой интересный герой даю на нем мало то умеет играть но вот те и умельцы которые делают это они понимают что сейчас на него вообще найти управу сложно потому что этот мега мипа сводит на нет все преимущества допустим стандартных пиков типа виверны или даже вот без мастера с топорами а при этом вот эти которые в конце помнишь юра для себя за сейвов бы закопался времени закопался но это полная имба если честно потому что мы тебе нужно тебе нужно просто найти на всех пятерых мипах артстаны какие-то для того чтобы не могли закопаться а это не всегда получается возможным а мы соответственно юра не смог полноценно свой персонаж раскрыть но и без ем разор не знаю насколько убедительно для тебя был разор в этой игре убедительно достаточно но сугубо за счет себя что мы видели несколько раз и это можно акцентировать внимание что вот они нападают они сбивают ему с 60 40 процентов здоровья все по щелчку пальцев эти это здоровье обратно возвращает им и все и они таки ну ладно снова давай снова рор снова дум туда вкидываем ну вот они бойцы у джи одержали ничью в этом best of 2 напомню что эти карты на сцене катали отбили пятюню друг другу и готовы продолжать давить потому что сейчас это ничья удерживает их от прям сильного опускания на дно таблицы потому что напомнишь что и у панта и у оджи до этой встречи было 1 3 сейчас становится соответственно 24 и они по-прежнему на позиции вылета так что нужно дальше будет разгоняться пандом иначе иначе пиши пропало а то вообще такая ситуация интересно да что не флей не сыграли один-один теперь ты групповой сыграют 11 и из-за вот этих вот постоянных 11 по ощущениям они могут просто не дойти до плей-оффа даже вот как ты отметил что они сейчас находятся очень-очень внизу но я честно говоря хотел бы чтобы эти коллективы потом встретили где-то еще и в плей-оффе и уже да там видишь здесь сетки на вылет уже полноценном best of 3 вот это наверное был бы действительно уже матч на на победку но вот так и что мы можем отметить юраги на мипаре в качестве именно кэри позиции в легкой линии смог сработать хотя такого мы в последнее время не наблюдаем это этот центр мипа это сложная мипа но юраги у него своя игра он тоже смог кэри дум как будто бы нет как будто бы его ценность в этом моменте вообще не прослеживается если можем отметить ки атаку что он классику показывал да связывал двоих постоянно тайгу щелкал и кучу нюансов где он шейклами выигрывал то doom но он прыгал doom в база эмо и база эмо хилит сеп все как бы что мы сидим смотрим мера тоже мои аплодисменты мера максимально хорошо сыграл здесь все у него и на линии получалось красиво и потом по игре терроры и прыжки и убийства и он один в три танчил к нему вопросов как будто бы нет ну к нему вообще да очень сложно покупаться так же как и к антарусу а эти два игрока с громе делали буквально все возможно 30 тысяч урона по герой монтарес он очень хотела бы туда то выиграть у него даже там по моему муншар был заготовлен данной следующей шмоткой возможно можно было сыграть чуть более еще агрессивно без пока башки хотя конечно вопросы вопрос о том как правильно собираться они очень-очень сложные к соло тоже они они все старались не сидел для все правильно заключение от этого одного момента где не просто игру отпустили где не пятером подставились по тайгу вот эти двадцать на тысячи урона тайги из них я думаю четверть да где то это вот просто одна кнопка возможно даже почти к половине это стремится там реально очень много урона было от этого момента и не пощадили при том урона по героям и видим вот урон 180 тысяч у команды пандас почему этот урон не переводил к смертям ну я думаю всем очевидно это себе все выхиливал и вы не могли ну плюс количество клонов у юраги тоже стоит брать в расчет поэтому здесь не знаю почему так у них не получилось работать против себа чтобы он не сейвил безъема так жестко я думаю выводы сделают возможно с этим виспом как-то придумают может надеялись что вот антара с ним постоянно будет разбираться и на этом вся история закончится но как видим не получилось увы и ах увы и ах если посмотреть на параллельную трансляции да то что происходит еще то мы видим что вот в этой группе а 0 2 проиграли спирит команде квест а и соответственно сейчас спириту 249 панаса 24 и уже идут 24 а вот здесь в восточной европы как будто все очень и очень странно и грустно что ли я не знаю а ну и сенсации g обграли lgd а вот это кстати это супер интересно но экстримы они очень неплохо разогнались у них было только досадное поражение от найн пандас как раз 0 2 там их брудка сначала сгрызла потом и без брудки справились в остальном они грамотно разгоняются папарацци там вспоминает свои старые схемы и начинают тоже обыгрывать поэтому как будто бы проблему них не будет и я ожидаю что они также покажут то неплохую историю в плей-офф но группа прям супер жесткая супер душная и найн панда с каждой сейчас победа на счету сейчас еще и спириты тоже и каково обыгрывать там такие гранды играют что непонятно но это будет решаться чуть позже друзья сейчас небольшая пауза после которой а мы ждем вас на матче тундра с кем они с шопифай по-моему они будут играть best of 2 матч там тоже для тундры ситуация интересная потому что они проиграли bb team 02 и сейчас им нужно нарабатывать поинтов как можно больше далеко не разбегайте следующие best of 2 обещают быть максимально интересным а